Добрый день! С вами канал 1 в Москве. Сегодня 1 мая и я на ВДНХ. С сегодняшнего дня на ВДНХ работают фонтаны. Давайте поедем посмотрим. В центре Москвы сейчас формируются колонны первомайской демонстрации, а на ВДНХ уже вот гуляют наши китайские товарищи. 14 фонтанов в партерной части выставки. 7 таких фонтанов справа и 7 слева вдоль центральной аллеи, сразу после входа на ВДНХ. Вот он наш красавец фонтан «Дружба народов» 1 мая 2019 года. Пресс-служба ВДНХ сообщила, что все майские праздники фонтаны будут работать с 7 утра до 10 часов вечера. А с 8 вечера также обещана подсветка фонтанов. Вот эти девушки на ваших экранах символизируют 16 республик Советского Союза. Девушка, у которой в правой руке сноб, это Россия. Правее нее Украина, а слева от нее Беларусь, дальше Казахстан. Вот эти золотые рыбки, их давно тут не было, они восстановлены этой зимой, во время реставрации фонтанов. Поехали дальше, к фонтану «Каменный цветок». Фонтан «Каменный цветок» на фоне исторического павильона Украины. В этом году он стал известен едва ли не более, чем фонтан «Дружба народов», который всегда был символом ВДНХ. Ну, по причине того, что, во-первых, его реконструкция обошлась даже дороже, чем «Дружба народов». А во-вторых, много споров было вот из-за цвета этой смальты, которой был отреставрирован фонтан. Лично меня больше всего раздражает вот эта клумба, которую восстановили вокруг по периметру фонтана «Каменный цветок». Это действительно соответствует исторической реальности, так было в 1954 году. Но лично мне гораздо больше нравилось, как было пару лет назад, когда люди спокойно могли подойти к фонтану, посидеть рядом с ним, непосредственно рядом. Каменный цветок был создан в том же 1954 году, что и «Дружба народов». Ну, а теперь едем на пруды смотреть на «Золотой колос». По пути к фонтану «Золотой колос» проезжаю площадь промышленности и не могу удержаться от съемок здесь. Напомню, сегодня 1 мая 2019 года, сейчас 10 часов утра. Вот такие картинки с выставки. Советский Як-42. Миг-27. 55-й павильон, который в отсутствии аттракционов настоящих на ВДНХ пользуется популярностью. Здесь такие псевдоаттракционы находятся. А напротив замечательный политехнический музей, в который обязательно нужно сходить, если вы будете с детьми. Между политехническими аттракционами павильон «Космос» с музеем космонавтика и авиации. А это водоем, бассейн, фонтан вокруг ракеты «Восток», «Гагаринской ракеты». Только утки пока, фонтанов нет. Может быть, позже включат. По случаю хочу посоветовать всем, кто собирается на ВДНХ в эти праздники и вообще этим летом. Будьте очень аккуратны и осторожны, потому что очень много велосипедистов, роллеров, скейтбордистов. И правила общего поведения, они как-то не отрегулированы, дорожек особенно нет. Будьте аккуратны, смотрите за собой и за детьми. Для тех, кто пойдет пешком в фонтану «Золотой колос», вот кратчайший путь из центральной части между политехническим слева и павильоном «Космос» справа. Вот туда идите прямо и придете к прудам. А вот и «Золотой колос» и «Радуга». Ну что ж, все работает 1 мая. Тут опять что-то сооружают на берегу. Раньше тут пару лет было кафе «Лето». Это уже третий фонтан «Колос» или «Золотой колос» на этом месте на ВДНХ. До войны тут стоял один фонтан, после войны был сооружен другой, и вот буквально в прошлом, позапрошлом году третий. От арки главного входа ВДНХ до того места, где я сейчас нахожусь, примерно два километра. Ну что ж, мы с вами прокатились по ВДНХ утром 1 мая 2019 года. Посмотрели работу фонтанов, немножко посмотрели площадь промышленности. За этим летом мы будем бывать тут не раз. Всего вам доброго. С вами был канал «Один в Москве». До новых встреч.